Если мы хотим преуспеть в жизни, что имеет наибольшее значение — судьба, Бог, собственные усилия или удача, или победа на выборах? Чтобы победить на выборах, удача тоже важна. Судьба — Бог, удача или собственные усилия. Возможно, важно всё из вышеперечисленного. Вот только в каком соотношении? Если говорить о судьбе, очевидно, что с ней невозможно ничего поделать. Если говорить об удаче, с ней тоже ничего не поделаешь. Если говорить о Боге, с Ним опять же ничего не сделать. Поэтому единственное, что в ваших руках, — это ваши усилия. Так что прилагайте усилия на 100%. И будь что будет. Верно? Не так думая, сколько сил и способностей вкладывать в свою деятельность. Не полагайтесь ни на удачу, ни на судьбу, ни на что подобное. Вас это всё не касается. Если потребуется, всё это само найдёт в себе применение. Ваше дело — только прилагать усилия, так? Вот этим и займитесь. Прилагаемые усилия должны быть бескомпромиссными в своём роде. Они должны быть сконцентрированными и слаженными. Если вы просто приложите некое усилие, то старания будут напрасны, верно? Труд сам по себе вас ни к чему не приведёт. Необходимо действовать в нужный момент, в нужном месте. Важно, чтобы всё совпадало, верно? Так вот, чтобы совпадали все эти условия, вам необходима восприимчивость и разумность. По сути, это всё, что нужно делать в жизни. Постоянно искать способ повышения уровня восприимчивости и разумности ваших действий. Остальное в любом случае произойдёт. А это как раз то, чего человечество, к сожалению, не делает. Люди пытаются приобретать определённые навыки. Нужно не пытаться приобретать навыки, а просто повышать уровень восприимчивости и разумности, что бы вам ни предлагало жизнь. Давайте представим такую ситуацию. В мире сейчас, по сути, так устроено. Каждый захотел стать врачом. Может, не сегодня. Но 25 лет назад было именно так. Те, кто хотел пойти учиться, в первую очередь выбирали медицину. А кто не поступил? То, что тогда? Конечно, инженеры. Если вы снова не поступили, что теперь? Ещё куда-то, ещё и так далее. Теперь представим, что вы получили профессию доктора. Но предположим, что все люди прошли программу обучения йога и перестали посещать докторов. Вы ведь стали реже ходить к докторам, не так? Это так? Вы реже стали к ним ходить или нет? Конечно. Безусловно, реже. Итак, дела у вас пошли плохо. И профессия тут же стала непривлекательной. Ведь редко кто идёт во врачи из-за желания стать врачом. Остальные им становятся, поскольку думают, что это прибыльно, так? Так ведь? В основном люди идут во врачи, потому что думают, что чужая болезнь — это прибыльно. И это очень... Прочие аспекты даже освещать не хочу. Это весьма сильно расстраивает меня. Среди врачей мало тех, кто хотят ими быть. Тех, кто хочет понять устройство человека и служить людям на этом поприще. Прекрасно, если так. Так вот представьте, что все стали бы здоровыми. Вам бы этого не захотелось, так ведь? Вам бы этого тогда точно не захотелось. Так что не пытайтесь выработать для себя рецепт успеха. Успех приходит только тогда, когда у вас получается полностью реализовать свой потенциал. И неважно, станете ли вы врачом или политиком, или йогом, или еще бог знает кем, суть не в этом. Успех означает, что вы полностью реализуете свой потенциал в жизни. Вот что такое успех. Если он и должен прийти, вам понадобится восприимчивость и разумность. Как развить в себе разумность? Об этом не беспокойтесь. Важно, чтобы вы становились более восприимчивыми. Если вы научитесь видеть жизнь такой, какая она есть, вашей разумности будет достаточно, чтобы правильно ей распорядиться. А если не научитесь видеть жизнь, как она есть, ваш разум будет работать против вас. Многие люди с развитым интеллектом зачастую являются самыми несчастными людьми на планете. И это просто потому, что действуют они разумно, а восприимчивость к жизни у них отсутствует. Так вот, именно над тем, что наиболее важно, люди и не работают. Над тем, чтобы становиться более восприимчивыми. Они пытаются расширить горизонты своего разума, но суть-то не в этом. Это помогает стать успешным лишь в социальном плане. Но это не истинный успех. Если вы хотите достичь истинного успеха, вы должны уметь видеть вещи такими, какие они есть, без искажений. Когда вы видите всё таким, как оно есть, жизнь превращается в игру, и можно наслаждаться, играя в неё. И, конечно, добиваться хорошего результата. Если вы будете играть хорошо, то люди скажут, что вы успешны. Не следует думать, «Я хочу быть успешным». Никогда не думайте, «Я хочу быть успешным». Разберитесь, как полностью раскрыть потенциал вот этого существа. И однажды люди скажут, «Да, он успешен. Он добился огромного успеха». Не стремитесь к успеху. Глупо строить на этом собственную жизнь. Вы лишь причините себе боль и страдания и заставите страдать всех. Ведь ваше представление об успешности восседает на чьих-то головах, верно? Да или нет? Сейчас успех для вас состоит в том, что все должны находиться под вами, а вы должны быть сверху. Именно так вы представляете себе успех. Но это не успех. Это что-то нездоровое. Так что никогда не думайте об успехе. Просто разберитесь, как полностью реализовать этот потенциал. И если этот потенциал найдет выражение, если он найдет способ выражения, то окружающие скажут, «Да, он достиг огромных успехов». Так должно быть. Люди сами должны признать ваши успехи. Вам самим не следует думать, как добиться успеха. Такой подход к жизни в корне неправилен. Субтитры создавал DimaTorzok